Расчистку реки Сатис должны завершить до конца ноября. Работой выполняет самарская компания «Флагман». Стоимость 38 миллионов. Очистку водоема контролирует Министерство экологии Нижегородской области. Представитель ведомства на этой неделе посетил Саров. Итоги визита депутата обсудили с администрацией во время заседания комитета по городскому хозяйству. С представителями я общался. Каких-либо замечаний на сегодня нет. Пока все идет в графике. И подрядная организация работы выполняет по очистке. Первый участок пройден. Это первый этап. Это расчистка от начала участка до моста на улице Зернова. Сейчас подрядчик работает на втором участке от моста на Зернова до моста на Захарова. Всего таких отрезков пять. Сначала экскаватор выбирает грунт, вычищает дно, убирает стволы деревьев и металлолом. Затем все участки очистят от поросли. Грунт складируют реки, затем вывозят на полигон. В планах найти ему применение. Дальше посмотрим, как использовать этот грунт, потому что это достаточно хороший грунт с песком. Его можно и как подстилку использовать. То есть это, в общем-то, и возможная экономия в рамках выполнения тех же муниципальных контрактов. Также речь в очередной раз зашла в эвзи мусора. Недавно наш город посетил генеральный директор регионального оператора. Он встретился с представителями Думы, администрации и управляющих компаний. Текущие мусоровозы, несоблюдение графиковых задходов, уборка строительного мусора – все эти темы вызвали бурное обсуждение. Об итогах совещания депутатам рассказал Антон Ульянов. Региональный оператор продемонстрировал себя как конструктивный партнер по взаимодействию. Выразили готовность решать все проблемы, которые возникают на территории. Ну и также обратились и к нам с тем, чтобы мы помогли решить его проблемы. Тот же график вывоза мусора часто не соблюдают, потому что мусоровоз не может подъехать к контейнерной площадке из-за припаркованных автомобилей. Региональный оператор просил оказать содействие в этом вопросе. Со своей стороны он обязался починить текущие мусоровозы и заменить старые машины. Вместе с тем существуют надзорные органы, которые штрафуют регионального оператора за нарушения. Видите текущий мусоровоз? Фиксируйте. Фото, видео, что из него вытекают помои. За это предусмотрен штраф. Отправляйте в администрацию. Видите переполненные контейнеры? То же самое. Видите, что по графику мусор должен вывозиться, например, в среду вечером, а он вывозится в четверг утром, и переполненные контейнеры видно, что вчера его не вывезли? Фиксируйте. Еще одна важная тема – вывоз строительного мусора. Мелкие отходы горожане кидают в мусоропроводы и контейнеры у дома. Крупногабаритные отходы относят в бункеры. Но строительный мусор по заявкам жителей за отдельную плату должны вывозить управляющие компании. Не надо обращаться по объявлениям в газете к специальным людям, которые этот мусор за деньги вывозят. Потому что, как правило, это компании или частные лица, которые вывозят для жителей, может быть, и за ту же сумму, но они потом его не утилизируют, как правило, а распихивают по тем же бункерам по городу. Администрация устанавливает видеонаблюдение у контейнерных площадок, в том числе, чтобы привлекать к ответственности нарушителей, которые несанкционированно сваливают разного рода мусор в эти контейнеры.